Всем привет, с вами канал Мультипленет и я Маша Акаси Терра. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма Мои Маленькие Бони Девушки Эквестри. А игра у нас называется Стиль Коко Памель. И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И тут софт у нас одевалка нашей Коко Памель, которая у нас работала ассистенткой в городе Мейнхэттен. А стенка у Зури болами росли, я не ошибаюсь, как-то так выносилась. А серия у нас, собственно, была, где Рерити с подружками приехали в Мейнхэттен, чтобы показать свои платья, которые она должна была успеть сделать. Но там ей кучу причинили неудобств, так сказать, неприятностей, и все ее двоя поддержки помогали это исправить. Ну, собственно, Коко Памель, она очень тихая, вежливая пони, правда, с зеленоватыми такими волосами, гривой. Ну и как девочка Эквестри, у нас тоже должна быть зеленоватая, потому что зеленоватых тут нет. Давайте оставим тогда, какие здесь были изначально голубые волосики. Надо только придумать, как они будут выглядеть. Мне вот нравится вот такой вот хвостик, и... Нет, это не идет, и это не идет. И давайте оставим вот такие вот у нас волосики спереди, челочка такая симпатичная, и можно выбрать, какого цвета у нее будут прятки. Тут, наверное, выбирать не приходится. Давайте сделаем из зелененького такого цвета, чтобы как-то напоминали ее настоящие волосы. Просто, по-моему, они все-таки зелененькие. А может, это голубые? Нет, голубые. Что-то я тоже напутала. Голубые. Ну и глазки у наших Google голубенькие. А мы можем выбрать любого другого цвета. Белые, конечно, как зомби начинает она выглядеть. Давайте оставим ее голубенькой. Глазки ей идет. Теперь эротик. Можно такая вот широкая, довольно улыбочка. Просто такая довольно, такая уже стеснительная улыбочка. Это непонимание, что здесь происходит. Это такие надутые губки, типа, ууу, все плохо. Не все плохо, а что-то не то. Давайте вот такую вот широкую, довольно улыбочку оставим и перейдем к нарядам. Снимем вот это вот. И вот такие вот у нее из разных цветов блузочки. Есть вот такая вот рубашечка симпатичная. Так, она же у нас работает в мире моды, поэтому одежку ей надо подобрать тоже. Супер-упер-модную, в которой ей будет не стыдно выйти. Хотя она все еще же учится у нас в школе контрлота. Ну, раз она живет в эквестрии. В мире людей, точнее. Так, стоп. Мне нравится такая рубашечка. Давайте пока у нее будет такой вот наряд строгий. Такая юбочка, когда не подходит. Можно, по-моему, вот такие вот джинсики тоже подойдут. Хотя можно других цветов, чтобы она не сливалась и не стала единым черным цветом. Можно вот такие вот юбочки или шортики. Так вот даже пока непонятно. Давайте пока будет такая юбочка и перейдем лучше к платьям. Они всегда симпатичнее выглядели. Так, можно вот такое вот платьице ей выбрать. Или вот такое. Какие-то они очень такие и прям скромные. Хотя они у нас под стать нашей поняшки-девочке. Так. А мне нравится... Мне оранжевый тут тоже какой-то не очень. Такой. Ой. Вот такой. Нет, не такой. Можно вот такое вот вечернее платье выбрать. Ну, как-то тоже оно смотрится, как занавеска на нее намотанная. Так. Давайте, наверное, вот такое ей оставим. Платьица. С воротником у нас будет батлончик такой. И жилеточка. По-моему, идет. У нас же скромняшка-поняшка. Поэтому как раз будет в ее стиле. И вот тут, по-моему, как раз высокие сапоги не идут. Лучше выбрать что-нибудь. Такие вот коротенькие ботиночки, полу-сапожки. Или туфельки, или сандалики. Ну, пока я ставлю клубы ролик. Вот таким. Или вот таким. Только, наверное, лучше красные. Нет, какие-то ярко-розовые. Вот такие розовые. Давайте вот такие вот синие оставим. И сейчас вернемся. И где у нас платьица. Вот такое вот синее платьица выберем, чтобы было подстать к туфелькам. И вот так, по-моему, как раз ей в цвет. Только, наверное, бы... Вот так можно даже изменить, наверное, ей цвет волос. И вот такие прятки сделать. И тогда она прям будет вообще вся в нужном цвете, так сказать. И можно выбрать ей колготочки разных цветов. Черные, красные, синие, зеленые, розовые. Вот в сеточку колготочки. Можно на сочки выбрать. Точнее, гольфики. Это мы сейчас смотрим. Можно на сочки. Так. Давайте вот такие вот черные колготочки оставим. И посмотрим, что у нас тут с аксессуарами. Можно вот такой вот бантик налепить. Ожерелье. Непонятно что. Какая-то тоже украшенница. Можно такие очочки. Кстати, у нас все-таки кто занимается модой, шитьем и тому подобное. Они очки часто носят, чтобы, не знаю, хотя бы спокойно продевать нитку в иголку. Так. И вот такие вот сережечки. Можно выбрать сережки-клипсы. Давайте такая у нас и будет она. И можно цвет, конечно, выбрать. Кожа другой. Давайте оставим ее такой кремовый цвет. И посмотрим, что вышло. Вот такая вот у нас какого-то помель вышла. Симпатичная, скромная пони земного цвета, работающая в Майнхэттене. Которая помогла нашим подружкам-поняшкам. Ну, правда, в мире поняшек. Но, собственно, она очень хорошая, милая, с ними подружилась. И Рерит помогла ей найти новую работу, умение. Мерзкой и нехорошей поняшки. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока. До новых встреч.